Отпуск без потерь. Сезон летнего отдыха уже близко и свои каникулы ивановцы планируют очень тщательно. Многие забронировали туры еще с декабря, остальные стремятся оформить документы за несколько недель до отпуска. По-прежнему, наверное, одно из самых востребованных направлений – это Турция, поскольку именно для семейного отдыха это очень такой беззаботный вариант, где, в принципе, заплатив за эту путевку, с собой можно иметь минимум средств. Но, конечно, также продаем и Краснодарский край, и Крым, Европу также очень любят. Куда бы ни захотел отправиться туристы, какие бы солнечные картинки уже не крутились перед глазами, специалисты советуют внимательно изучать договор. Мы решили узнать у ивановцев, на что они обращают внимание, готовясь к отпуску. Ну, во-первых, кто обслуживает, какая фирма, то есть я имею в виду полет, какие условия проживания, сроки проживания, цены, наверное. Мне кажется, что на страховку в первую очередь, потому что сейчас всякие случаи бывают, как бы, на страховку, наверное, в первую очередь. На честность, на глаза, в глаза смотреть, мне кажется, главное. На все нужно обращать внимание, абсолютно на все. Нужно обязательно смотреть, что за компания, где находится, кто руководитель, какой офис, какой договор, и все остальное проверять в буквальном смысле, если не хотите остаться без денег. У юриста Дмитрия Харькова в работе уже несколько дел, связанных с оформлением туристических услуг. Как правило, клиенты недовольны условиями тура, например, когда в агентстве пообещали один тип размещения, а под документом оказывается другой. Все те устные заверения представителей туристической фирмы должны быть отражены максимально в полном объеме в договоре. То есть, сама туристическая программа, маршрут, сроки, отель, номер, тип питания и так далее, не стоит верить каким-либо устным заверениям представителей туристической фирмы. Потому что то, что не включено в договор, соответственно, и фирма не обязана оказывать эти услуги. Также юрист советует внимательно изучить реквизиты организации и условия расторжения договора. Если турист передумал и отдых не состоялся по его вине, то он обязан возместить денежные средства, затраченные на организацию тура. В случае, если отказ происходит в связи с ненадлежащим исполнением туристической фирмы своих обязательств, тогда турист вправе, в соответствии с законом защиты прав потребителей, потребовать отказа от исполнения данного договора и возврата всей суммы, которую он фактически потратил. Тревожный звоночек, отмечают специалисты, это прописанные в договоре штрафные санкции за расторжение соглашения. Как правило, их быть не должно. Важная составляющая документа – финансовые гарантии. Именно этот пункт позволит в случае банкротства компании вернуть свои деньги. Также, чтобы отдых прошел спокойно, специалисты советуют иметь при себе определенную сумму денег. Мы, конечно, рекомендуем иметь какой-то даже минимум, на тот случай, если даже турист обратится в страховую компанию, потому что в страховой компании обязательно при обращении оплачивается франшиза. Минимум 30 долларов на человека. И также, как минимум, рекомендуем иметь туристам во время отдыха карты, чтобы на случай каких-то ситуаций могли родственники даже перечислить какие-то средства. Главное, шутят специалисты, читать сначала договор, а затем уже красивые буклеты. Именно тогда отдых будет таким, как вы его запланировали.